Членов комиссии интересовали вопросы, связанные со строительством объекта. Были осмотрены все помещения. Комиссия проверила пожарную безопасность, вентиляционные люки, работу котельных установок и электрогенератора. Стандартно, это модульная котельная. Стандартно заключается договор специализированной организации. Уже она все манипуляции, все необходимые мероприятия, включая техобслужение, аварийные ремонт, училяет она. Здесь должна быть предусмотрена система автоматизации, в случае отключения, да? Да, стоят датчики, в случае аварийного отключения, перекрывается подача газа и котельная остановка. Котельная остановка, сигнал проходит, куда сейчас сигнал? Сигнал проходит, можно настроить даже на телефон, грубо говоря. Там приходит сигнал, вы узнаете, должен быть человек, это должен быть эксплуатированный организацией, кто будет, либо сами будут заниматься, либо какая-то диспетчерская организация, и будет заниматься. Объект возведен на западной окраине Схенвала, возле территории бывшего авиационного завода. К строительству хранилища для государственного резерва приступили в середине лета 2020 года. Одноэтажное здание ангарного типа площадью 1300 квадратных метров построено из быстровозводимых конструкций. В хранилище предусмотрены склады продовольствия и строительных материалов, а также оборудование, самоходные техники, разные технические помещения. Сами убедились, на сегодняшний день складские помещения казарственного резерва построены, построены добротно, на совесть. Единственное, сейчас идет второй вопрос о его наполнении. Внутри здания, вы убедились, сами были внутри, все складские помещения оборудованы, соответственно, документам, где будут находиться продукты питания. Есть склады отдельно, где будут находиться строительные материалы, есть специальные боксы, где будет установлена техника. Все в соответствии с законами и документами. Все работы в здании госрезерва полностью завершены. Сейчас в руководстве МЧС решают вопросы, связанные с наполнением складских помещений. В нашей республике решается вопрос о его наполнении, то есть приобретении техники соответствующей, те, которые были нами внесены в случай необходимости во время ЧС. А также строительного материала. Это все будет второй этап, будут закупаться, и потихонечку мы будем их наполнять. Сказки помещения, как вы уже, наверное, знаете, мы с вами об этом говорили, рассчитаны на тысячу человек. В течение 10 суток они должны быть всем обеспечены. Эксперты МЧС России признали удовлетворительность строительства объекта госрезерва. Было отмечено, что здание отвечает всем стандартным и современным нормам, которым должны соответствовать складские помещения. Строительство хранилища для госрезерва осуществлялось в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Южной Осетии» на 2020 год. На его строительство было выделено 43 миллиона рублей. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Рауль Кочев. Информационный выпуск. Сегодня.